Всем привет, народ! С вами Алекс, и сегодня у нас будет на обзоре на тест видеокарт от гигабайта GeForce GTX 1650 Super. Карточка имеет 4 гигабайта памяти на борту, написано, что у нас охлаждение Windforce, Overclocking Edition, или как-то не так сказал, ну да ладно, Turing, GDDR6, DirectX 12, Ancel и так далее. Давайте со всех сторон посмотрим коробочку, как она выглядит, два кулера написано, вот еще характеристики, и задняя сторона коробочки. Здесь у нас, как всегда, работа кулеров нарисована, что они кроются в разном направлении. Здесь одна, видно, медная тепловая трубка нарисована, особые лопасти, сзади у нас бэкплейт, скорее всего, пластиковый, ну и, в принципе, здесь выходы. DisplayPort, HDMI и DVI. Давайте открываем, посмотрим. Вот так вот выглядит наша видеокарта, в принципе, она достаточно-таки маленькая, два кулька, в принципе, стандартных для гигабайта. Здесь у нас выходы, в принципе, как в описании, все. С задней стороны пластиковый бэкплейт, причем немножко даже так на радиатор заходит, и здесь практически соединяется. Ну и, в принципе, как мы видим, одна тепловая трубка. Сейчас мы посмотрим, с каким оборудованием мы это все будем тестировать. У нас упор только на тест видеокарты, потому что в другом у нас проблем не будет, потому что процессора хватает, всего хватает. То есть у нас сегодня чисто тест видеокарты, и мы сейчас посмотрим, с чем она у нас будет тестироваться. Первая у нас это материнская плата от Orus X570, Orus Ultra, сокет M4, конечно же. Давайте мы откроем, посмотрим более подробно. Вот наша материнка, реально огроменная, тяжеленная, X570. Здесь у нас, кстати, стоит кулек, 3 PCI-16, здесь, ну, естественно, 16, как там, 4, 0. Здесь видно, что здесь X8, судя по пинам, и здесь X4. 2 X1, 3 штучки можно поставить, M2 накопители. Естественно, 4 слота под оперативку. Здесь у нас SATA порты, порты для кульков, питание материнки 8 плюс 4 пин, и задние выходы у нас куча USB-шек, 2 Wi-Fi, HDMI, USB-шки, сетевой порт и звук. M2 накопитель Patriot на 256 гигабайт, достаточно быстрый. Оперативка Viper Patriot на 2666 мегерц, 2 планки по 8 гигабайт, кит. Процессор. Ryzen 5 3600X, охлаждение Noctua NH-U12A, в принципе, я думаю, что вы помните, как оно выглядит. Вот такая вот башня, с большими кулерами, с двумя штучками, и с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 7 тепловых трубок. Вот так вот выглядит, в принципе, вы ее уже увидели в обзорах, если что, все ссылочки будут в описании под роликом. Ну и, конечно же, блок питания от Aerocola, модель XSAS+, надеюсь, я правильно прочитал, на 700 Вт, с бронзовым сертификатом 80+. Давайте откроем, посмотрим, как он выглядит. Кстати, вот здесь очень круто то, что есть описание по пинам 20 плюс 4 пин. Это питание материнки, питание процессора 12 Вольт, 4 плюс 4. Кстати, сейчас кто-то скажет, что здесь 4 плюс 4, а на материнке 8 плюс 4. Дело в том, что так как Ryzen 5 не является очень таким энергозатратным процессором, то есть этих 8 пинов из тех 12 хватит за головой. Порты SATA, ну, в общем, и питальники видеокарты. Здесь у нас вольтажи, мощность, ну и всякое описание. В комплекте у нас тут бумажечка, видимо, инструкция. Нарисовано даже, как устанавливать. Кабель питания, ну и сам блок питания. Также в комплекте присутствует 4 болтика для того, чтобы прикрутить наш блок питания. Вот так вот выглядит наш блок питания. Достаточно, кстати, легенький. Провода не модульные, то есть все впаяны. Кулер, скорее всего, 12, наверное. Aerocol. В принципе, красиво выглядит. Черненький весь такой. Здесь у нас защита от взлома, так сказать, чтобы никто не раскручивал. Сзади у нас кнопочка питания. Так, внутрянку сейчас, я не знаю, видно будет, не видно будет, кому интересно. На этой части пусто. И здесь также присутствует у нас полное описание. По выходам, в принципе, как мы уже говорили. Питание материнки, SATA выходы, питание видеокарты, питание процессора, молекс обычный, ну и так далее. Ну что ж, сейчас мы это все соберем. Я на видео это собирать не буду, потому что у нас чисто тест видеокарты. Единственное, что скажу, тестить мы будем в 1080 в максимальном качестве, которое только можно поставить, но без масштабирования текстур, чтобы не получилось так, что в 1080 качество из 2К или 4К. Вот так вот. Так что посмотрим, на что эта видеокарта способна в максимальных настройках, на максимальном качестве в 1080p. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...